Всем доброе утро! Начинаю новый влог и что сегодня я хочу сделать? Сейчас я буду готовить кушать. Я хочу приготовить минтай в томате. Минтай в томате я уже делала, уже показывала вам. Поэтому сильно подробно не буду показывать. И на гарнир я хочу сварить картошечку в мундире и сделать ее с маслицем, с чесночком, с растительным маслом, с зеленью. И в общем хочу почувствовать прям такое весеннее. Вообще картошка это лучше готовится с молодой картошки, но у меня она не молодая, не старая, но хорошая. Пока приготовлю покушать, а потом узнаете, что будет дальше. Ну вот такая вот картошечка, она у меня уже сварилась. Сейчас я очищу ее от кожуры и буду готовить дальше. Минтай пока что у меня еще пока размораживается. Ну вот минтай я помыла, почистила, порезала кусочками. Теперь нужно его посолить и поперчить. Все это размешаю немножечко и дам постоять немножечко минут 10, чтобы оно немножко пропиталось, промариновалось. Для рыбки мне нужно будет еще сейчас почистить морковку, одну и лук, одну луковицу. Ну а пока рыбка моя будет мариноваться, я сейчас займусь картошечкой. Очистим картошечку от кожуры. Ну вот картошечку я почистила, порезала кусочками. Теперь надо ее посолить. Присолим чуть-чуть. Добавим растительное масло. Но масло я нерафинированное добавляю в салаты и вот такое блюдо тоже. Ну теперь добавим туда чесночок, я выдавила чесночок и укропчик. Ну теперь перемешаем. Девочки, чеснок даст очень хороший аромат. Вообще такое блюдо я люблю с молодой картошкой, но молодой картошки сейчас нет пока. Поэтому сделаем с такой картошкой. Смотрите, какое красивое получается и очень вкусно пахнет. Вот такой гарнитчик. Ну вот я все подготовила. Буду готовить сегодня ментай в мультикухне. Можно в мультиварке приготовить. В общем, одна луковица порезала, морковку одну на терке потерла, 2 столовые ложки томатной пасты на стакан воды, столовая ложка сметаны на полстакана воды, немножко масла, немножко муки и, в общем-то, сама рыбка. Она у меня уже замариновалась. В мультикухню я добавляю немножечко растительного масла и отправляю туда сначала лук. Лук пускай поджарится чуть-чуть, минуточку. Лук минуточку поджарится и через минутку можно будет закинуть туда морковку. Добавим морковочку. И еще пару минут вот это тоже пассируем. Пока мы это пассируем, надо непрерывно помешивать. Все это делаем на режиме жарка. Теперь можно добавить сюда томатный сок. зальем и сметану. И теперь она потушится еще минут 5. Можно добавить лавровый листик. Немножечко посолить можно и чуть-чуть поперчить. Рыбку надо будет обвалять в муке и выкладывать потихонечку туда чашу. Я сейчас выключу режим жарка и поставлю режим тушения, чтобы можно было закрыть крышкой. Ну все, я перевела на режим тушения. Вся рыбка моя поместилась здесь хорошо. Теперь я закрою крышкой. Будет тушиться 10 минут. Через 10 минут еще я переверну рыбу и потушу еще 10-15 минут. Ну вот мой шикарный обед готов. Пахнет очень вкусненько. Сажусь кушать. Смотрите, девочки, что у нас на улице. Целый день идет дождь. Целый день. И пасмурно, и небо серое какое-то. И прохладно, прям даже холодно. Что у нас на градуснике? 16 градусов. 16-17. Вот когда такая погода, прям вот ничего она мне не шепчет. Не шепчет она мне что-то делать. Ничего, не охота. Ладно, закрываю. Единственное радость, что свежий воздух только. Девочки, сходила я в фикс прайс для того, чтобы купить там то, что мне нужно. Взяла вешалки. Я собираюсь сделать разбор гардероба. 5 штук 77 рублей. Я взяла голубенькие и розовенькие. 10 штук. Надеюсь, хватит. Узнаете потом, попозже, что я там буду с ними делать. Так, взяла чехол для одежды. Один взяла большой. 130 на 60 сантиметров на молнии, чтобы запаковать пальто. Большой 99 стоит. Вот поменьше стоит 50 рублей. Здесь 90 на 60 тоже на молнии. Но это для курточки. Еще взяла вот такой антискользящий коврик. Такой коврик у меня уже был, но он уже устал. Поэтому я взяла новенький, свеженький. И постелю его 30 на 50 сантиметров. 30 на 150 сантиметров. Его даже на два раза хватит. Он длинный. Разверну, посмотрим. Взяла большую шоколадку. Темный шоколад с ванилью. 199 рублей. 180 грамм. Ну вот я люблю бабайский шоколад. Мне он очень нравится. Взяла вот такие салфеточки. Салфетки классные. 180 штук. Я их уже брала. Вот у меня пачка уже заканчивается. Очень мягкие салфетки. Класс. Мне они нравятся вообще. Поэтому я взяла еще пачку. Надолго хватает. Класс. А еще я взяла зубочистки. Стоит 12,50. И вот такую взяла соломку. Я сюда уже насыпала соль, перец. И вот это вот такая чашечка для зубочисток. Вот для этого зубочистки купила. И туда я их либо поставлю. Можно и так поставить. Можно сюда их насыпать. В общем, не важно. Ну вот видите, старенький коврик я тоже брала в экспрессе. Но он уже, видите, местами пожелтел. В общем, устал. И вот этот коврик я постелю сюда, на это место. Старый выброшу. Теперь будет у меня новенький. И сюда я складываю посуду, когда помою. Новый коврик, он очень длинный. Он очень-очень длинный. Ну, как раз на два раза хватит точно. На три не хватит. Но на два хватит раза. 150 метров, да? Полтора метра получается. 150 сантиметров. Ну вот, я постелила новую сеточку. Ну вот, по крайней мере, что-то свеженькое уже хорошо. Даже мойку помыла ради этого случая. Лежала-лежала, ничего не хотела делать. Занялась. Распаковала я этот чехол. В общем, он длинный. Длинный, длиннее, чем мое пальто. Пальто даже с капюшоном я сейчас расстегнула. И сейчас его туда воткну. Ну, там даже можно было бы и вешалку воткнуть, но я его вешать не буду. Буду складывать. Отлично. Как будто так всю жизнь этим занималась. Вот, все, вот так вот я это уберу. Так, а куртку хотелось бы узнать. Ну вот и второй чехольчик у меня такой. Второй поменьше. И тоже наверху есть такое отверстие. И в том чехле, и в этом можно воткнуть сюда вешалку и повесить. Ну, я не буду вешать. Сейчас воткну туда курточку. Ну, все, сойдет. Вообще там целая куча вакуумных вот таких мешков было, но только там не продается насос. Вот, к сожалению, в фикс-прайсе насос сказали, не бывает. Может, кто-нибудь подскажет мне, где можно насос купить для вакуумных пакетов. Не думала я в этом видео гардероб вам свой показывать. Ну, видите, я убрала пальто и куртку, у меня уже место освободилось. Еще старые вешалки хочу поубирать, заменить на новые и повесить еще какие-то летние вещи сюда, а что-то не нужно отсюда убрать. Вот, но это уже сегодня этим заниматься я не буду. У меня, смотрите, на стуле лежат вещи, которые мне нужно сложить. Но у меня уже на полках мест нету, потому что там зимние лежат, их надо поубирать. И на вешалках надо тоже место тут поосвободить. Короче, заняться гардеробом нужно. Вот повесила на узенькие вот эти вот вешалочки. И тут сразу вот много прям вещей помещается, тем более вещички такие, они трикотажные, все тонкие. А вот эти старые вешалки я хочу выбросить. Вот у них широкие плечики у этих вешалок, пластмассовые. Также деревянные вот эти старые. В общем, все вот эти вот толстые плечики. Смотрите, пару таких вешалок уже такое пространство занимает. Короче, надо все. Пора уже от них избавиться. Мне все жалко-жалко. Надо как-нибудь взять и выбросить. Возьму и выброшу. Ой, девочки, что бы я без вас делала? Я не знаю. Как хорошо, что вы у меня есть. Я сейчас просто решила показать вам, что я купила в фикс прайсе. Ну, и заодно убрала из шкафа верхнюю одежду, куртку, пальто. А потом открылась вот этот шкаф и решила вешалки эти заполнить тем, что у меня на столе лежало, все разгребла. Ну, и заодно убрала старые вешалки, которые много места занимали. Вот буквально вот, наверное, столько пространства занимали, широкие вешалки, вот 7 штук. Вот столько места занимали. Сейчас раз-раз, место освободилось. Там еще полно места. И даже вешалок, которые я купила, мне мало. Еще надо будет купить мне. Потому что я собираюсь сделать разбор гардероба. Я хочу вообще отдать ненужные вещи, которые мне не подходят по каким-либо причинам. те вещи, которые сто лет не ношу. Может быть, что-то выбросить надо, что-то отдать. В общем, нужно перебрать. И это будет уже отдельная тема, отдельное видео. И это будет не сегодня. То, что я сейчас, по крайней мере, вот здесь вот поубрала немножечко, так что-то, мне уже стало легче. Вот, я довольна. Ну, а на этом я хочу свое видео сейчас закончить. А потом уже начать отдельное видео, разбор гардероба. И, в общем, сколько вещей там будет и каких вещей, я вам покажу. Но надо еще вешалки купить пойти. Ну, все, мои дорогие. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok